Несмотря на то, что украинский и русский народы считаются близкородственными, их этнопсихология существенно отличается. Особенно ярко выражены различия у женской половины населения этих двух стран. Украинки и русские отличаются друг от друга как по типу красоты, так и по целому набору психологических черт, определяющих такое понятие, как «лицо» и «характер нации». Различия во внешности обусловлены происхождением, а также генетическим смешением с народами, проживающими по соседству. Красота русской женщины больше тяготеет к северному, финно-балтийскому типу. Это светлые волосы, светло-русые, русые, блонд, и глаза, голубые, серые, зелёные, правильные, но по отношению к типу южных красавиц более мелкие, утонченные черты лица. Украинки, напротив, больше походят на южанок. Черты лица у них крупнее и выразительнее, чем у русских. В оттенках глаз, кожи и волос преобладают яркие контрасты, каштановые или жгучие чёрные волосы, натуральных блондинок почти нет, густые чёрные брови при светлой коже, чёрные, карие или насчено-зелёные глаза. Если красоту русской женщины можно сравнить с крестильно-холодной зимой или застенчивой ранней весной, то красота украинки – это, несомненно, разгар августа, самый солнцепёк. Каждый из этих типов по-своему хорош. Относительно ответа на вопрос «какой же лучше?» тут, как говорится, кому что нравится. Точно так же, как внешность, различаются и характеры русской и украинской женщины. Первая более сдержанна, покладиста и терпелива. Она многое прощает своему мужчине и в некоторых случаях действительно готова коня на скаку остановить и в горящую избу войти. В характере русской женщины больше сохранились следы веками выколачивавшихся в неё норм домостроя, поэтому привычка быть в семье на вторых ролях для многих россиянок вполне естественна. Украинки обладают более непокорным, строптивым и свободолюбивым характером, что обусловлено сильным влиянием культа богни-матери. Он был распространён на территориях, которые сейчас занимают современные Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Украина. Украинская женщина менее склонна прощать мужчине его несовершенство и всегда готова в жарком споре отстаивать свои права. Внутрисемейные отношения типичной украинской семьи, к примеру, конца XIX века великолепно описаны в повести «Кайдашева семья» Ивана Нечуя-Левицкого. Писатель прекрасно уловил и отношения между родственниками, и роль женщины в них. Украинки крайне редко позволяют загонять себя в позицию жертвы, чаще скандалят и активнее себя защищают. Высокий уровень разводов в России и Украине обусловлен, в первую очередь, материальными проблемами и пьянством мужа, с которыми россиянки готовы мириться в большей мере, нежели украинки. На третьем и четвертом местах стоят половая несовместимость и измены супругов. Если у россиян обычно в измене обвиняется муж, 75% изменивших, мужчины, то у украинцев доли виновников поделились между супругами приблизительно поровну, на 58% изменников, 42% изменниц. Это подтверждает и более горячий темперамент украинок, и их более вольные, матриархальные взгляды. Для русской женщины, гораздо более готовой к жертвенности, на первом месте стоит сохранение семьи. Своё личное счастье нередко отодвигается ею на второй план.